Эти кадры стали настоящим интернет-хитом. Пользователи обсуждают их повсеместно. Удивиться и возмутиться есть чему. ЧП с канализацией в подвале превратила дом в одну большую выгребную яму. За мобильные телефоны жильцы взялись уже от отчаяния. Ну вот, у нас глубина получается. Запах стоит, не уходит. Комары в каждой комнате, розетки включены. Зайти, конечно, туда возможности нет. Стоп. Дальше идти нельзя. Подвал дома наполнен под завязку. По объемам хватило бы на целый бассейн. Сто лишь разницы. Вместо воды – канализационные стоки. Под ногами жижа. На потолке – полчища насекомых. Самый настоящий рассадник инфекций. Уровень присутствия микробов в воздухе достигает максимальной отметки, жалуются жители. Потопы, говорят, домочадцы здесь регулярны на протяжении нескольких месяцев. Вот только, по словам горожан, специалисты фирмы «Старый Барнаул» фекальной массы словно и не замечают адрес многострадального здания улицы Эмилии Алексеевой, 84 с буквой «А». Жить невыносимо. Ребенок болеет без конца в садике. Походим пять дней, кашель начинается. Думала, с садиком связан. Оказалось, нет. Думаю, что именно кашель от газов, от запахов, от сырости. Деревню отвожу, на второй день здоровый ребенок. Привожу пять дней за пять. Чтобы жильцы наконец-то вздохнули полной груди, им нужно еще раз обратиться к коммунальщикам, говорит наш эксперт-юрист Артем Чаузов. Добавляет, если опять не помогут, то уже в краевую жилищную инспекцию. Согласно 170-му постановлению госстроя, порыв канализации должен устраняться управляющей компанией немедленно, с момента обнаружения данной аварийной ситуации. Но многоквартирные дома 50-х, 60-х годов постройки требуют более внимания, исходя из того, что каждая конструкция в многоквартирном доме имеет свой срок эксплуатации. Допустим, труба водоотведения при добросовестном эксплуатировании может прослужить примерно 20-25 лет. Мы берем срок постройки данного дома и считаем срок эксплуатации данной конструкции. Получается, что на сегодняшний день в данном многоквартирном доме уже должно быть проведено повторный капитальный ремонт. За мобильные телефоны взялись и жители другого района города. Разноцветный коллапс наблюдают в поселке Новомихайловка. Вместо прозрачной воды из кранов в некоторых домах бежит цветная. От такой палитры, говорят, рябит в глазах. А уж пить такое и вовсе страшно. Вода словно хамелеон. Едва ли не каждый день меняет цвет. Писали жалобы, брали пробы. Результатов нет никаких. Не помыться, не постирать, соответственно, мы не можем. Нет, это не нефть, жалуются жильцы. Тут все гораздо плачевнее. Новомихайловцы опасаются, как бы и они не пожелтели. Знакомят барнаульцев со всеми цветами радуги местные коммунальщики. Видимо, таким способом они решили сделать жизнь горожан ярче. Главное, чтобы такие эксперименты банальным отравлением не закончились. В момент уже нашей съемки вода побежала с примесью из песка. Кипятить ее бесполезно. Инициативная группа заручилась поддержкой независимых экспертов. Вот эти документы. Черным по белому. Качество непрозрачной не соответствует требованиям. Водоканал непосредственно. Непосредственно водоканал. И жалобы писали, и телефоны обрывали им все. И не только. То есть я полпоселка. То есть результатов, как видите, никаких нет. Мы вновь за комментарием обратились к юристу Артему Чаузову. Если частный дом, то, скорее всего, проблема заключается не только в этом доме. Вернее, проблема не у одного дома должна быть. Соответственно, сама подводка к данному жилому массиву тоже может иметь место быть. И проблема может в ней заключаться. Соответственно, жители всех окрестных домов, у кого-то такая ситуация, могут обратиться с письменными обращениями в свою администрацию района или поселка, или города. Напоминаю, обращения с жалобами на коммунальные службы мы по-прежнему принимаем по телефону в Барнауле 722-301. О самых актуальных расскажем в ближайшем выпуске Коммунального патруля. На этом все. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Информационный канал «Город». Субтитры создавал DimaTorzok